Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня будут у нас покупочки с Алиэкспресс женские штучки. Всё для женщин. Мне так понравилось снимать эти видео для вас, и я смотрю, что и вам тоже нравится, поэтому начнём. Сначала я покажу всякие приколюшки, которые у меня есть. Может быть, что-то вы уже видели, что-то 100% новое вы ещё не видели, во всяком случае от меня. И в конце я покажу одежду. Итак, начнём мы. С чего начнём? Я тут специально пакетик отложила такой. Первое. Это портупей. Но типа портупей. На самом деле, я его покупала уже давно, и много уже зрителей у меня тех, кто ещё его не видел. Он очень-очень простой, вот такой вот, с резиночками. Но посмотрите, как круто он сидит! ПОДПИСМЕНТЫ Он вообще великолепный, красивый. Мне понравился он на модели. Стоит вообще копейки. Он сделан просто из каких-то вот резиночек, знаете, вот таких не резиночек, а каких-то вот тянущихся верёвочек. И просто закреплён. То есть, который, в принципе, может сам сделать. Это не такие кожаные, знаете, портупеи, которые обычно мы видели. Это достаточно простой. Стоит он очень дёшево. Но он очень красиво смотрится под пиджак, например. Я его не мерила ещё на кофту. Может быть, просто вот сюда, например, можно померить его, кстати. Он просто одевается. Одевается вот так и вот так. Вот так и вот так. Сейчас мы сначала вот так наденем. Так. Потом вот так наденем. Вот. И, в принципе, я могу уже сидеть, так как в портупею. Очень симпатично. Вот пиджак, на самом деле, офигенно. Вот, кстати, было бы хорошо, если бы не было видно мой розовый лип. Да? Во. Всё. Можно сидеть. Но мой розовый лип всё равно будет видно. Поэтому я сниму. Чтобы не было Маши Каслиной. Каши масляной. В общем, вот такой вот портупей. Ссылку, кстати, я на всё, что найду, что есть у меня, я ссылки на всё оставлю. Если нет, то что-нибудь найду тогда. Итак, первый портупейчик. Очень дешёвый, классный. Можно обыграть каждую кофточку. И каждая кофточка будет смотреться по-новому. Следующая из моих покупок, это вот такая вот стеллаж, можно сказать, да? Ну, в общем, коробочка для хранения помад наших и блесков. Есть в фикс-прайсе похожая коробочка, но она не такая. Здесь исключительно всё для помад. Там буквально несколько отсеков. Но единственное, что стоит она так дёшево, хорошо. На Алиэкспресс, конечно, вот эти штуки не дешёвые. Но я просто думала, будет 50-100 рублей стоить. Но на самом деле нет. И я хочу ещё себе заказать такие, потому что реально у меня помад очень много. И именно вот эта вот такая вот коробочка для хранения, блин, как-то же она называется? Она вот очень мне хороша. Поэтому, девочки, кому нужно, ссылочку оставлю внизу. Офигенная штучка. Мне, в общем, незаменимая. Дальше. У меня есть вот такое кольцо селфи. Я считаю, что это исключительно для девушек. Оно очень крутое. Оно работает всего лишь от двух мизинчиковых батарей. К сожалению, я зад потеряла. Вот этот вот остался вперёд только. И у неё три режима свечения. Раз, два и три. Я уже его показывала где-то давно, но не в специальном таком вот видео для девочек. И как им пользоваться? Очень просто. Здесь такая прищепочка. Мы просто вот так вот можем сделать. Можем так, можем вот так вот ровненько, да. И всё. Включаем свет. И фотографируемся. На самом деле, действительно, фото получается очень яркими, красивыми. И сглаживает очень много всяких неровностей кожи. И очень удобно её носить именно, знаете, в клубе где-нибудь с друзьями. Ай, прищемилый палец. В общем, вот это кольцо селфи очень классное. Также на Алиэкспресс, кто помнит, я покупала вот такие себе магнитные реснички. На самом деле, ими пестрил весь интернет. И я думаю, ну неужели? Находка! Просто реснички на магнитике! Не нужно ничего клеить! Снял, одел, и всё так быстро! На рекламах всё супер! Ну, у нас есть отдельное видео, где мы с Кристинкой тестировали эти супер магнитные реснички. Да, вот такие вот приколюхи для девочек. Единственное, что я не могу сказать, что они действительно стоящие. Потому что я оставлю видео в конце. Да, вы зайдёте, посмотрите, как мы их тестировали. На видео, может быть, хорошо смотрятся, но в жизни абсолютно не смотрятся. Во всяком случае, у меня ещё такие, которые как-то подкручивают непонятно вверх эти ресницы. Магниты эти реально видно. Сделано оно всё не на полную, не на полное веко, а на половину. И на самом деле большой-большой контраст. Но я должна была показать эти штучки для девочек, да? Может быть, кто-то пользовался, и они разные бывают, разного качества. Но у меня именно такие, и как я вижу в рекламах, везде такие. Ну, прям реально смотришь, и они так как вблизи показывают. Всё так идеально. У меня нифига не идеально. И вообще, не очень хорошая вещь. Но стоят они дёшево. Если кому-то интересно попробовать, то тоже ссылку оставлю внизу. Наконец-таки мы добрались до очень интересной вещи. Это вот такой вот тренажёр. Может быть, вы видели на заставке. Я прям вот так и хотела его на заставку поставить. Это тренажёр на самом деле ничего иное. Тренажёр для лица вокруг. Вот здесь вот, чтобы мы свои морщинки разгладывали. Чтобы упругое более лицо у нас было. Я специально взяла салфетку, чтобы не вытирать всякими коробками свои губы. Заранее уже подумала. Здесь вот он прорезиненный, силиконовый. Вообще, я заказывала красный, но мне привезли почему-то чёрный. Может, я чёрный заказывала. Я могу, честно говоря, не помнить всё это дело. Предварительно он у меня помытый, поэтому мы смело можем его вставлять в рот. Вообще, мне это нахоминает у стоматолога, знаете? У них тоже такие резиновые штуки. Может, это они есть? Вообще, что вы должны делать? Мы должны просто соединять губы. Вот так отсюда. В общем, с помощью этой штуки, не буду её уже засовывать в рот. Просто она отодвигает ваши мышцы, да, а вы должны их соединять. И на самом деле, когда я немножечко поделала вот этой штучкой, оно прям, знаете, конкретно вот здесь вот мышцы, да, вот мышцы вокруг рта офигенно качаются. Мы прям их начинаем сразу чувствовать, серьёзно говорю. Ну, а теперь у нас пойдут одежды. Первое, что я хочу вам показать, это офигенный пиджак, на самом деле. Вот такой вот пиджак. Мне очень нравится. На самом деле, у него классная длина. Вот что мне понравилось. Здесь у него идёт атласный... То есть, он удлинённый, прикрывает попу. У него атласный воротник вот такой вот. Такие пуговицы по низу идут. Вот они. Пуговицы, в принципе, нормальные, хорошие, золотистые. Здесь идут пуговички. Только единственное, пуговички здесь идут, знаете, обычно они где-то вот тут проходят, да, по этому, ну, когда мы смотрим вот так визуально. В общем, пуговички по рукаву обычно вот здесь проходят, а эти пуговички, они вот здесь проходят. Вот как-то вот необычно это сделано. Но, в принципе, это не портит пиджак. Может, она такая задумка интересная, да. Выполнен он из ткани, из которой делают пиджаки. Внутри у нас подкладка вот такая вот атласненькая вся. И атласный воротник. Всё очень просто. Здесь вот ещё внутри какая-то пуговка. По качеству, что могу сказать. Это тоже магазин на Алиэкспресс. В принципе, заказала несколько вещей у них в магазине. И осталось довольно почти всеми, кроме одной. Вот пиджак мне очень понравился, он классный. Под него как раз-таки офигенно смотрится портубей. С пиджаком, то есть, я очень довольна. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше я хочу вам показать вот такой костюм. На самом деле, это немножко не мой стиль. Посмотрите, да, такая расцветка. Выполнен он из ткани. Вообще не могу сказать, что за ткань. Понятное дело, синтетика. Но это, знаете, какая-то... Типа шифона. Ну, не шифон. Какая-то... Более такой тяжёлый шифон, что ли. Вот что-то такое, вот что-то такое. Не пойму, что за материал. Надо на сайте посмотреть. Я даже не посмотрела. Я всегда беру по картинке. То есть, мне понравилась картинка. Всё, я беру. Значит, это такая кофточка лёгенькая. Рукава раскрешённые. Здесь у нас такая белая. И рукава белые. И, соответственно, брюки. Брюки тоже в таком классическом стиле. Широкие. И тоже на концах у них вот такой клёш. Идёт гармошкой. Здесь белая гармошка такая, да? А здесь такой цвет из этой же ткани, из этой же расцветки, тоже гармошка. В общем, посмотрите, как он сидит. Он прихватывается поясом. Очень круто. И сначала, когда он мне пришёл, то есть, я его увидела сначала на девочке там. Думаю, глянь, прикольно. Мне, как блондинке, может быть очень даже интересно под красные губы. Вот. А потом, когда он мне пришёл, я достаю эту ткань. Такая, думаю, да нет, эту ткань я не буду носить вообще. Как-то так вообще пока не одела, короче, мне как-то непонятно было бы как-то. А когда одела, я поняла, что действительно он очень крутой. И куда-то на выход, на прогулку, куда-то на набережную погулять. Или даже вообще сходить на день рождения. Было бы очень круто. Мне очень понравилось. Вот в этом костюме, кстати, есть подкладки. Здесь внизу подкладка беленькая. Да, подкладку покажи. Беленькая подкладка здесь есть. И на брюках тоже есть подкладка, хотя мне, ну, как шортами немного сделано, белыми тоже под низ. Но мне кажется, что можно её и убрать, эту подкладку. Игорь Негода отметал. Такая, какая-то новая, насколько есть полная. Игорь Негода diese непонятно. О Продолжение следует... Следующее, что мне очень понравилось, это вот такое платье. Чем мне нравится это платье? Номер один, это то, что оно не мнется. Второй момент, что оно длинным рукавом и хорошая длина. То есть, оно... Можно его носить как просто под сапоги, например, очень круто будет смотреться. Так и можно под лосины, например, одевать. Тоже будет очень круто под черные, например. Очень мягкая ткань, классная, приятная. Длинный рукав, по бокам вообще сексуальные разрезики. В общем-то, и интересная расцветка, достаточно интересная. Мне, как блондинке, эта расцветка подходит. Не знаю, как она будет брюнеткам, но мне, как блондинке, кажется, очень подходит. Я раньше очень много таких покупала платьев, потому что их в поездку брать просто незаменимая вещь. Их бросила, они не мнутся. И всегда ты при параде, в общем, всегда ты в платье. Это платье мне еще понравилось. Оно легенькое, классное вообще. То есть это как раз-таки на погоду такое весна, осень и зимой можно его одеть. Будет очень аккуратно. Ну и следующая вещь, которая мне не очень, на самом деле, понравилась. Она как бы сидит и смотрится неплохо. Единственный момент, чем она мне не понравилась. Такая вот, знаете, написано, что это пиджак. А на самом деле, похоже очень на куртку. Кошь замк. Никак она у меня не выравнивается. Немножечко такая помятая. Я никак не поняла, куда одевать там одну штуку. То есть вот, когда одеваешь ее, эту куртку. Еще посмотрите, как она на мне смотрится. Когда одеваешь эту куртку, застегивается вот эта вещь, а вот эта, не пойми, куда ее одевать вообще. Вот куда вот это вот одевать, непонятно. И оно никак не фиксируется, не застегивается. Может, надо где-то пришить ее вот так, прибрать немножко, знаете, ниточкой там чем-нибудь. Ну, в принципе, неплохо. У меня белого ничего нет. Бывает, одеваешь что-то белое, и просто нечего накинуть сверху. И мне понравились. Ну, рукава достаточно нормальные. Что могу сказать по качеству? Качество неплохое. Все выполнено в качестве китайском. Потому что вообще много вещей, которые мне приходят с Китая. Я вообще замечаю, что они реально... Ну, вот у них китайское качество. Есть вообще ужас прям. Вообще нет. Это сразу можно сказать. Вообще нет, да? А есть просто китайское качество. И ты понимаешь, что за эти деньги... Да, да, да. И ты понимаешь, что за эти деньги, в принципе, ничего страшного. Да, там где-то ниточку оторвать, где-то еще что-то. И нормально. Здесь нитки вообще, в принципе, не торчат. Единственное, я никак не могу понять, что оно никак у меня не выглаживается. Как его погладить, я не знаю. Подкладка внизу вот есть белая. В общем, неплохой пинчатюк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, мои хорошие, в принципе, и все. Все покупочки я вам показала. Я ими всеми довольна. Единственная куртка, я не пойму, куда этот кусок девать. Все остальное я люблю, пользуюсь, мне нравится и вам рекомендую. Надеюсь, мое видео было полезным, интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди я готовлю еще новые видео покупки с Алиэкспресс. Будет декор у меня и для дома. Очень много интересного и полезного, классного. И еще женские штучки тоже жду. Очень много всяких приколюх. Надеюсь, вам понравится. Так что обязательно подписывайтесь. Не пропускайте мои новые видео. И помимо Алиэкспресса, у меня еще много всего интересного есть на канале. Я планирую для вас снять. Все ссылки, если что-то вам понравилось, будут под видео. Заходите в инфобокс. Там вообще очень много полезной информации. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok